МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соседи террористов утверждают, что они сообщали властям о странном химическом запахе из подозрительной квартиры. Я, конечно, ничего такого не подумал. Туда-сюда смотреть я не стал, я же просто сантехник. Лапы! Я душанскую площадь! Король Лир на руинах сцены в Душанбе сносит старейший в стране театр. Актеры Маяковки со слезами на глазах сыграли свой прощальный спектакль в полуразрушенном здании. Место зрителей – свечи. Половина моей жизни как бы не функционирует. Кто подрезал американский авианосец? Разгорается новый скандал между Россией и США. Сторона обвиняет друг друга в неправильном обгоне на море. Американская палубная авиация, между тем, за один только удар уничтожила 250 боевиков ИГИЛ в Ираке. Ровно сто лет сомской мясорубки, самому кровавому на сражению в истории человечества. Во время Первой мировой войны при битве на Суме погибли 1 миллион 250 тысяч человек. Память павших почтили во Франции, Англии и Германии. Турецкие СМИ утверждают, что им удалось выяснить личности смертников, взорвавших себя в аэропорту Стамбула. Имена и фамилии в интересах следствия не называются, но, как сообщают сразу несколько газет и телеканалов, террористы – выходцы из стран бывшего СССР. Это теченец, узбек и житель Кыргызстана. Правда, МИД Кыргызстана уже опроверг, что один из участников теракта был гражданином республики. Источники в службах безопасности Турции также не исключают, что в теракт были вовлечены иностранцы. Они подтверждают, что одним из смертников был выходец из Чечни. Якобы этот человек прибыл на территорию Турции из сирийского города Ракка, который террористы ИГИЛ считают своей столицей. Некоторые СМИ даже приводят его имя – Осман Вадинов. А проправительственная газета «Яниш Афак» написала, что террорист-россиянин на самом деле родом из Дагестана. В Кремле уже заявили, что не располагают никакой информации об этом. Тем временем турецкая полиция уже задержала 13 человек, предполагаемых соучастников. Спецоперация проходит сразу в нескольких районах Стамбула, где обычно живут выходцы из стран бывшего СССР. Обнаружена и конспиративная квартира, которую снимали террористы-смертники. Их стамбульские соседи утверждают, что сообщали местным властям о подозрительном химическом запахе, доносившемся из квартиры, где всегда были плотно занавешены окна. Но власти никак не реагировали. Квартиру с террористами посещал даже местный сантехник. Я тут недалеко работаю сантехником. У них сломался кран. Они меня позвали в квартиру. Я, конечно, ничего такого не подумал. Все заходят, выходят. Человек пять заходит, два выходят. Я не обратил особого внимания на них. В комнате находились два-три человека. Один из них проводил меня в ванную. Я поставил им кран. После этого он заплатил мне, и я вышел. Туда-сюда смотреть я не стал. Я же просто сантехник. Тем временем в странах, откуда родом могут быть участники теракта, люди нескончаемым потоком несут цветы к посольству Турции. В турецком диппереставительстве в Бишкеке кыргызстанцы оставляли записи в книге соболезнований и высказывали свое мнение. На такую жестокость не способны даже звери. Своим турецким братьям сегодня мы сказали лишь одно. Вы не одни в борьбе с террором. С вами весь мир, особенно наши братья-кыргызы. Мы специально привели с собой студентов и школьников, чтобы они посмотрели и поняли, такие вещи не должны повторяться. Между тем, специалисты со всего мира указывают на то, что при атаках в Стамбульском аэропорту террористы применили новую тактику, которая позволила им обойти одну из самых совершенных в мире систем безопасности. Эксперты уверены, что атаке предшествовала тщательная разведка, в ходе которой террористы выяснили расположение всех технических устройств в системе безопасности и точное расположение сотрудников спецслужб аэропорта. Это позволило смертникам не только взорваться в самых людных местах, но и перед этим беспрепятственно расстреливать пассажиров. Об этом сегодня говорил президент Турции Таип Радаган, выступая перед нацией. Турция сегодня проходит проверку в качестве основной мишени самой брутальной террористической группировки. Я не сомневаюсь, что мы преодолеем террор. Американские спецслужбы заявляют, что они предупреждали своих турецких коллег о возможных терактах. Так же, как это было в случае с недавней атакой в аэропорту Брюсселя. И так же, как и бельгийцы, турки не отреагировали на предупреждение. Сами американцы говорят, что теперь им придется пересмотреть всю систему безопасности аэропортов Америки. Однако высказываются опасения, что если под охрану возьмут и парковки, и прилегающие территории, аэропорты станут более уязвимы, поскольку силы безопасности будут вынуждены распылять свое внимание. Сообщение о теракте пришло из Афганистана. Там атаке подверглась колонна автобусов с выпускниками полицейской академии. Рейтер сообщает о 27 погибших. BBC настаивает на 40. На подъезде автоколонны к Кабулу талибы, которые уже взяли на себя ответственность за этот теракт, привели в действие два мощных фугаса. Нападение произошло после серии взрывов в Афганистане. Был взорван микроавтобус посольства Непала и машина депутата парламента Афганистана. Кроме того, смертник с мощной бомбой врезался на мотоцикле в толпу на одном из рынков провинции Бадахшан. В общей сложности за 10 дней в Афганистане погибли около 100 человек. И еще о терроризме в Центральной Азии. В казахстанском Балхашеспе службам страны удалось обезвредить террористическую ячейку из шести человек. Во время боя с террористами один из них осуществил самоподрыв. Власти заявляют, что террористы готовили в крупных городах Казахстана теракты, но никак не были связаны с группой террористов из Актобе. Власти Таджикистана приступили к сносу старейшего драматического театра страны. Как гласит постановление, здание не имеет особой исторической ценности, хотя именно в этом здании, после перерыва в тысячи лет, в 1929 году, была провозглашена таджикская государственность. Актеры театра Маяковского в последний раз сыграли на руинах родной сцены свой лучший спектакль «Король Лир». Вместо зрителей в разрушенном зале были свечи, рассказывает она Шервон Арипов. Отрывок из «Короля Лира», музыка Баха и белая одежда. Актеры русского драматического театра имени Маяковского в последний раз выходят на эту сцену. Короткая постановка, прощание с дорогим и близким сердцу театром. Здесь нет декораций, сцена наполовину разрушена. Зрительный зал, кресло и даже пол уже разобрали на дрова. Вместо любителей театра сегодня в зале горят десятки свечей. Внутри, на стенах, актеры оставили прощальные надписи, которые трогают за душу. Знаете, многие говорят, что театр – это храм. Многие говорят, что театр – это второй наш дом. Многие актеры. Да, храм – это точно, потому что мы молимся на этой сцене перед тем, как выйти на сцену. Обязательно мы целуем сцену и выходим. Без этого ни один актер не выходит, по крайней мере, у нас в театре. Дом, да. Были моменты, когда мы жили в этом доме, то есть жили здесь. Был спектакль, мы работали над спектаклем. Я два месяца спал именно на сцене, я не уходил никуда. Последний поклон залу и Хуршет Мустафаев не может сдержать слез. Он играл и жил на этой сцене почти 15 лет. Сотни сыгранных ролей сделали его живой частью этого театра. Сейчас у меня такое чувство, что половина моей жизни как бы не функционирует. То есть она наполовину работает. Наполовину работает то, что мое тело. Снос театра Маяковского, здание, построенного еще в 20-е годы прошлого века, начался на днях по решению комитета по архитектуре и строительству столицы, где считают, что это здание не имеет никакой архитектурной ценности и не отвечает стандартам современного градостроительства. Но по словам актеров, чиновники забыли об огромной исторической ценности здания театра для всей страны. В его стенах в 1929 году было принято решение об образовании Таджикской ССР. То есть впервые за тысячу лет таджики смогли создать свое государство. Здесь играли актеры, известные не только в республике, но и во всех странах бывшего СССР. В годы Второй мировой войны сюда был эвакуирован Московский театр имени Маяковского, в честь которого и был назван его душамбинский коллега. Пока актеры театра остались бездомными, временное убежище им дал таджикский драмтеатр имени Лахути, который в скорости также будет снесен. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Кто подрезал американский авианосец? Разгорается новый скандал между Россией и США. Стороны обвиняют друг друга в неправильном обгоне на море. Американская палубная авиация, между тем, за один только удар уничтожила 250 боевиков ИГИЛ в Ираке. Ровно сто лет с омской мясорубки, самому кровавому сражению в истории человечества. Во время Первой мировой войны при битве на Суме погибли 1 миллион 250 тысяч человек. Память павших почтили во Франции, Англии и Германии. Америка и Россия снова поссорились. На этот раз из-за маневров военных кораблей в Средиземном море. Американское командование обвиняет россиян в том, что их корабли пытались блокировать и таранили авианосную группировку США по главе с ударным авианосцем Гарри Трумэн. В свою очередь российские военные утверждают, что правила обгона судов нарушили американские эсминцы, которые едва сами не протаранили сторожевой корабль Ярослав Мудрый. Говоря на языке автомобилистов, попросту подрезали в море российский сторожевик. Вот кадры из капитанского мостика Ярослава Мудрого. На них очень хорошо видно, как эсминец ВМФ США сначала идет бок о бок с российским кораблем в очень опасной близости, а потом обгоняет сторожевик буквально в нескольких десятках метров прямо по курсу. Американцы утверждают обратное. За последние несколько дней градус полемики вокруг этого инцидента очень возрос и грозит серьезно испортить и без того сложные американо-российские отношения. Тем временем американская палубная авиация продолжает наносить мощнейшие удары по позициям террористов из ИГИЛ в Ираке. Во время последнего авиаудара одним ракетным залпом было уничтожено сразу 250 боевиков к северу от города Фалуджи. Вы видите кадры этого удара с камеры, установленной на американском боевом самолете. Ракеты поразили автоколонну террористов ИГИЛ. А вот то, что осталось после удара на земле. Никто из тех, кто находился в машинах, не выжил. Правда, иракское военное командование записало эту удачную атаку на свой счет. Ранним утром уничтожили более 138 транспортных средств у всех тех, кто был внутри. Они оставили на месте мертвые тела и даже раненых. Эта операция сломала хребет терроризма. Никакие другие войска не помогали нам в этой работе. Российские военно-космические силы, так называют себя российские ВВС, поддержали очередное наступление армии Башара Асада на позиции умеренных повстанцев и радикальных исламистов в сирийском Алеппо. Агентство Рейтер распространило видеокадры этих боев. В комментарии к ним утверждается, что они сняты сирийскими солдатами на свои мобильные телефоны. Это первое крупномасштабное наступление сирийских войск в Алеппо после провала перемирия. Применяется тяжелая артиллерия, большое количество танков и пехоты. Напомним, что до последнего времени Соединенные Штаты и Россия спорили, кого именно считать террористами и защитников Алеппо. Россия настаивала, чтобы американцы вывели за предел города своих союзников из числа умеренной оппозиции. Америка утверждала, что Россия и армия Асада не делают никаких различий между террористами ИГИЛ и другими группами. Сражение за второй по величине город Сирии Алеппо идет с начала апреля. И пока сирийская правительственная армия одерживает верх в этих боях. По мнению экспертов, если Асаду и его союзникам из России и Ирана удастся окончательно взять под свой контроль этот стратегический город, Асад неизбежно одержит победу в пятилетней гражданской войне. Спасатели военно-морских сил Италии смогли поднять на поверхность затонувшее год назад с большим количеством нелегальных мигрантов на борту судно. Как полагают итальянские спасатели, в трюмах этого корабля могут находиться сотни тел беженцев. Сейчас судно на буксире транспортируют в один из итальянских портов, где начнется процедура опознания и похороны. Подробности в репортаже Рейтер. В МС Италии подняли со дна моря рыбацкое судно, затонувшее вместе с мигрантами из Северной Африки в апреле прошлого года. Теперь его отвезут в порт Аугуста на востоке Сицилии. Там лодку поместят в холодильную камеру длиной 30 метров, прежде чем эксперты приступят к извлечению тел. Затем начнется обследование и идентификация останков. Эта катастрофа стала одной из крупнейших в истории морской миграции из Северной Африки в Европу. На затонувшем судне находились около 800 человек. Спастись смогли лишь 28. Спасатели извлекли из воды 118 тел. Но есть опасения, что большая часть трупов людей, которые не смогли выбраться на поверхность, остается в трюме судна. Среди них, по словам выживших, были женщины и дети. На востоке Украины, в Донбассе, погиб всемирно известный украинский оперный певец Василий Слепак. Выходец из Львова в течение 19 лет, он постоянно жил в Париже и был солистом французской национальной оперы. Однако, как только в Донбассе началась война, артист пошел добровольцем на фронт. И вот вчера пришло известие о его гибели во время боя. Я вижу Украину очень успешным государством. Если мы послушаем себя, то есть народ. Украина сильная благодаря своему народу. Это одно из последних интервью Василия Слепака. Он рассказывает, как от волонтера прошел путь до бойца правого сектора. Просит корреспондентов не давать в эфир интервью, пока не вернется во Францию. Но этого так и не произошло. Василий Слепак погиб сегодня в 6 утра. Атака со стороны сепаратистов. Погибший держал обороны за пулеметом. И был убит снайпером из крупнокалиберной винтовки. Василий Слепак прожил во Франции 19 лет. Был артистом парижской оперы. На международном фестивале оперных певцов за арию Тореадора получил звание лучшего исполнителя. Его ждала блестящая карьера. Но когда в Украине началась война, он применял свою парижскую квартиру на землянки и окопы. Однако мечтал о новых партиях и гастрольных турах. Да, лично это очень интересная профессия. Возможно, самая лучшая профессия. С самого рождения я увлекаюсь пением. На самом деле, хотелось бы продолжать петь. Не все сослуживцы знали, что рядовой Слепак – оперный певец. Себе он взял позывной «Миф», сокращенный от Мефистотеля, из оперы «Фауст». Насколько говорил его командир, он был хорошим, таким дисциплинированным. А главное, что преданным патриотом. Пошел воевать за Украину. Поэтому, думаю, он и был хорошим и правильным человеком. Похоронят Василия Слепака, скорее всего, на родной земле. Во Львове. Ольга Калинченко, Илья Никонов. Настоящее время Харьков. Между тем, в украинской Одессе идет борьба буквально за место под солнцем. Предприниматели против туристов. Арендаторы пляжей взимают деньги за проход к морю и навязывают платные услуги. В прошлом году на сторону туристов стал одесский губернатор Михаил Саакашвили, который объявил войну закрытым пляжным зонам. Наш корреспондент Всевлатана не выяснял, какая ситуация этим летом. Я вам говорю, вы сейчас напали на нас. И шоу ставите. Не надо шоу. Вы нарушаете наши правила, ущемляйте и национально соскорбляйте. Местные депутаты инспектируют Одесское побережье. Проверяют доступность пляжей для туристов. Внезапным гостям рады не все арендаторы. Вместо документов – упреки. Напали депутаты какие-то, хотят себе политический пиар создать на чувства людей и на чувства отдыхающих. Посмотрите, все мирно, отдыхают спокойно. По украинским законам доступ к морю должен быть бесплатным. Люди могут заплатить только за услуги – зонтик и шезломг. Недобросовестные арендаторы часто пользуются этой лазейкой. Например, заставляют лежаками всю территорию. Так что на песок лечь не получится и приходится платить. После беседы с предпринимателями, они обещали, что к понедельнику, то есть через неделю, часть этих сооружений будет уже полностью демонтирована. В это не верят туристы. Они говорят, эта история повторяется из года в год. Мне платный пляж очень сложно найти. Все пляжи платные, с шезлонгами по 100 гривен. То есть зайти вообще очень сложно. Некоторые украинские богачи пошли еще дальше. Отгородили свои прибрежные дома, лишив остальных людей доступа к воде. В прошлом курортном сезоне с заборами боролся губернатор Михаил Саакашвили. С помощью экскаватора грузинский реформатор снес заграждение около виллы миллиардера Василия Хмельницкого. Теперь проход открыт для всех. Когда вынесли эту стену, и освободилась такая большая территория, уходя на побережье. Конечно, это очень замечательно. Все ютились раньше на том маленьком пятачке. Но в этом году неизвестные предприниматели загородили часть пляжа деревянным помостом и поставили бар с шезлонгами. Бесплатная зона пляжа, 30%, как государство обещало, вот в той стороне. Там тоже убирают, чистят. А Михаил Саакашвили этим летом заборы не ломает. С Одессы он переключился на соседний курортный город – Затоку. Во время июньских штормов там утонуло 4 человека. По мнению главы области, трагедия случилась из-за запущенности и коррумпированности туристического хозяйства. Он распорядился в кратчайшие сроки оборудовать местные пляжи вышками и нанять команду спасателей. Пока эти требования не выполнены. Все болотнания в настоящее время – Одесса. В Европе начались памятные мероприятия, посвященные столетию так называемой Сомской мясорубки. Самого кровавого сражения в человеческой истории – битвы на французской реке Сомми в 1916 году, в ходе которой погибли 1,25 млн. тысяч человек. Британская королева Елизавета сегодня открыла в Северной Ирландии памятник одному из героев сражения. На открытие памятника офицеру Роберту Квигу вместе с королевой Елизаветой прибыл почти весь ее двор. Церемония была особо торжественной. В ней участвовали шотландские гвардейцы, королевские знаменосцы. Назад в Лондон королева отправилась на поезде, который вез локомотив в производство 1916 года. Великобритания считает битву на Соме одним из самых важных событий английской военной истории. Память погибших в этом кровавом сражении почтили сегодня и во Франции, на территории которой и разворачивалось во время Первой мировой войны это действие. Считается, что именно после битвы на Соме Германия и ее союзники утратили стратегическую инициативу. Их противники – Великобритания, Франция и Россия – получили возможность одержать победу в будущем. Все жертвы этого изнурительного кровавого сражения, которое продолжалось с июля по ноябрь 2016 года, погибли на очень узком участке фронта. Он составлял всего 35 километров в длину и 10 километров в ширину. Тогда же в сражении на Соме впервые в истории были применены танки и большое количество самолетов. Также сражение на Соме считается отправной точкой процесса обесценивания человеческой жизни. После столь катастрофических потерь все воюющие стороны прекратили соблюдать правила войны. Поражение Германии в сражении привело к тому, что немецкий подводный флот стал топить сотни гражданских и торговых кораблей. Усилилось применение отравляющих газов и других методов бесчеловечного введения войны. Модное на Западе спортивное движение стрит-воркаут, уличные тренировки набирает популярность в Кыргызстане. Все, что нужно спортсменам, это турники и брусья во дворах. Но даже таких спортивных снарядов в республике почти нет. Об энтузиастах, которые продвигают уличный спорт, в репортаже настоящего времени. Каждый вечер Канай со своим старшим братом выходит в местный парк позаниматься на турнике и брусьях. Становиться профессиональным спортсменом для него не приоритет, главное держать тело в тонусе. Подъем-перворот могу, на брусьях могу, хорошо. Сейчас широким хватом пытаюсь на турнике качаться. Все бы ничего, да только старые тренажеры не позволяют подростку заниматься полноценно. Во всем городе современные площадки можно по пальцам пересчитать. Да и там яблок негде упасть. Было бы хорошо, потому что, мне кажется, если площадки были бы хорошие, люди подтягивались бы. Как бы многие были бы за спорт. А здесь у нас мало чего хорошего есть. Ну что есть, то и делаем. Тамерлан Богатырев фанат спорта под названием стрит-воркаут, что переводится как уличная тренировка. Пару лет назад он создал федерацию этого вида спорта и привлек в свои ряды молодых ребят. При поддержке ПРООН в городе Такмак они открыли современную спортивную площадку и продемонстрировали свои умения. Особенность стрит-воркаута в том, что ребята качают не только бицепсы, но и мозги, говорят спортсмены. Выходи на площадку и тренируйся. Платить ни за что не надо. Сказать, что за этим спортом большое будущее. Почему? Потому что философия этого движения, она идеально подходит не только молодежи, но она и всем абсолютно. Тут нет ограничений в этом преимуществах. Это доступный и массовый спорт. И занимает рейтинг номер один в мире. Почему? Потому что он демократичный и он бесплатный. Не нужно платить средства, чтобы выйти на спортивную площадку и заниматься. Но это не просто отжимания и подтягивания на брусьях. Это нечто большее. Это шоу. Это изюминка. Это необычные, нестандартные элементы. И это, например, подтягивания на одной руке, отжимания в стойке на руках, всевозможные там динамические движения. Это целое искусство. Кыргызстанские спортсмены уже принимают участие в международных соревнованиях. Тягаться с теми же казахстанцами пока трудно. В соседней стране воркаут получил большое развитие. Но основная задача федерации – привлечь молодежь к занятию спортом. Пасанин занимается спортом. Видите, здоровый образ жизни. Не пейте, не курите. В современных площадках в стране раз-два и обчелся. Государство этому внимания не уделяет. Вся надежда на неравнодушных бизнесменов, говорит Тамерлан. Я надеюсь, что люди обратят, состоят ли люди обратят, да, меценаты на это. И будут влаживать деньги не куда-то безрезультатно, а именно на приспективу, это в молодое здоровье нации. И тем не менее, собственными силами и при поддержке доноров в регионах республики уже в этом году федерация стритворкаута откроет еще пять площадок. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте quarantine.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.